Добрый день! Давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит на звездном небе. Ой, а происходят события достаточно интересные. Буквально вот пару дней, как Юпитер поменял знак и перешел из знака Лесы в знак Скорпион. Поэтому сегодня у нас будет гороскоп не на неделю, а на целый год, поскольку Юпитер по Скорпиону будет идти целый год. Так, посмотрим фон. Ну, давайте начнем тогда со Скорпиона, поскольку Юпитер именно туда вошел. Скорпион, в ближайший год, до октября следующего года, у вас будут повышенные возможности. Юпитер это такая статусная планета, планета власти. Очень благоприятно будет Скорпионам, которые имеют отношение к каким-то государственным структурам, то есть возможно повышение. Используйте этот код. Что касается знака Стрелец, Юпитер важная для Стрелецового планета, поскольку является управителем этого знака. У вас скорее в ближайший год будет как бы какие-то интересные сюжеты, которые через год приведут к какой-то очень интересной реализации. Ваш социальный статус просто несколько раз вырастет. Козерог. То, что Юпитер вышел из знака Весе замечательный для знака Козерог. Потому что год у Козерогов был такой немножко сложноватый. Вот сейчас, пока Юпитер будет двигаться по Скорпиону, в ближайший год сложностей будет значительно меньше. Водолеем. Что касается Водолеем, я рекомендую в ближайший год Водолеем особо сильно не рисковать. Юпитер иногда будет создавать вам некоторые сложности, что-то придется преодолевать с большим усилием. Но ничего страшного, на сложностях мы растем, мы развиваемся. Поэтому у вас год, год роста. Далее. Рыбы. Вот переход Юпитера в Скорпион. Рыбы могут открывать шампанское и как-то это красиво отметить. Потому что в ближайший год Юпитер будет вам создавать замечательные возможности, замечательные какие-то сюжеты. Если вы будете немножко терпеливы и подождете, пока еще Сатурн уйдет из сложной вам позиции, то вообще будет прекрасно. Сейчас хорошо, но с начала января у вас будет в несколько раз лучше. Наконец-то закончатся ваши проблемы. Потому что очень многие рыбы мне пишут в соцсетях, когда же они закончатся. Все, они уже закончились. Окончательно закончатся в начале года. Следующего. Овен. Ну вот то, что Юпитер вышел из знака весы, прекрасная для овнов новость. Потому что год Юпитер шел в оппозиции к их знаку. Это было, ну, немножко сложновато. Вот эти сложности закончились и в ближайший год многие сюжеты вы будете делать с большей легкостью. А потом через год Юпитер подойдет к Стрельцу и будет вам фарт большой. Тельцы. А вот что касается Тельцов, то я бы рекомендовал Тельцам, примерно как Водолеям, ну, быть более внимательными в этом году. То есть до октября следующего года Юпитер будет идти в оппозиции к вашему знаку. Поэтому прежде всего будьте внимательны. Юпитер у нас отвечает за социальный уровень. То есть какие-то интересные сюжеты, важные, лучше делать очень аккуратно. Мало того, Юпитер в какой-то степени отвечает за заграничные поездки. То есть если у Тельцов есть какие-то планы, связанные с заграничными поездками, пожалуйста, но очень осторожно и выверено. Близнецы. Ну, у Близнецов ситуация более-менее симпатичная. Юпитер особо, переход Юпитера не влияет на Близнецы. Близнецам бы подождать, вот как и рыбам, до конца года, когда Сатурн выйдет из оппозиции к их знаку. А так ситуация достаточно ровная. Рак. Вот так же, как и рыбы, можете объединиться. Рыбы, раки и скорпионы. Взять ящик шампанского и отметить переход Юпитера в скорпион. Потому что у вас в ближайший год будет замечательный год повышенных возможностей, повышенных способностей. Рекомендую использовать особо октябрь, ноябрь, декабрь. Вот эти три месяца будут для вас особо благоприятны. Так что наметьте какие-то важные, интересные для себя сюжеты. Лев. А вот львы, примерно так же, как и водолеи и тельцы, будут испытывать небольшой дискомфорт. Не то чтобы дискомфорт, а многие вещи будут решаться немножко сложнее, чем это было раньше. Ну ничего страшного, будет год такого перехода, год подготовки к чему-то. Потому что через год Юпитер переходит в стрелец. И будет вам счастье в количестве оптовым. Но к этому нужно будет немножко подготовиться. То есть у вас сейчас будет год перехода. Дева. Ну Юпитер Скорпиония тоже достаточно симпатичная позиция для знака Девы. В вашем знаке до сих пор еще находятся Венера и Марс. Так что кто еще не успел сходить в ЗАГС, пожалуйста, можете воспользоваться этим моментом. Еще как минимум пару недель для этого есть. В целом год для вас будет такой очень интересный. Юпитер даст какие-то повышенные возможности. А в начале года к нему присоединится еще и планетка Сатурн из Козерога. То есть у Дев будет, ну я бы сказал, более чем хорошо. В целом скажу я вам вот что. Год перехода Юпитера это будет именно целый год он идти. Очень симпатичный, очень интересный. И поскольку Юпитер будет идти по Скорпиону, прекрасное время, прекрасный год для того, чтобы решить все свои личные вопросы. Эра станатостами и все такое прочее. Так что желаю вам удачи и не в этой неделе, а в целый год.